Сегодня мы отмечаем День судебного пристава Российской Федерации, профессиональный праздник судебных приставов людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного законом государства порядка деятельности судов, а также по исполнению всех судебных актов и актов специально уполномоченных органов. Сегодня мы побывали в межрайонном отделе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Дагестан, где побеседовали с заместителем начальника отдела Зайдулах Кусейновичем Турабовым. Зайдулах Кусейнович, позвольте мне в первую очередь поздравить вас с вашим профессиональным праздником Днем судебных приставов и, конечно, пожелать удачи. Вот судебные приставы, вот эта служба, она в России с каких времен начала функционировать? Институт службы судебных приставов России был образован 153 года назад, а после образования Советского Союза, после революции, функции исполнения были возложены на исполнителей, они находились при судах. В 1997 году вышел закон о судебных приставах, и она функционировала служба судебных как самостоятельный орган, федеральная служба. Ну и какие функции выполняют в основном? Согласно Федеральному закону об исполнительном производстве, на службу судебных приставов возложены обязанности принятленного исполнения исполнительных документов, вынесенных судами, и специально ополномоченных постановлений специально ополномоченных органов. После внесения решения, если должник не исполняет решения суда, суд или взыскатель обращается в службу судебных приставов о принятленном исполнении исполнительных документах. Кроме судов, к нам поступает, решение судов к нам на исполнение поступает, занимаемся исполнением постановлений специально ополномоченных органов. Это ГИБДД, это Роспотребнадзор, это Таможная служба, это Рыбнадзор и так далее. Если сегодня так посмотреть, какие у Вас на производстве, какие нарушения, по каким этим больше всех должников Вы занимаетесь? Я хочу подчеркнуть, что основная доля исполнительных документов, если у нас на сегодня на исполнении находится 57 800 исполнительных производств находится на исполнении. Подавляющее количество исполнительных документов это постановление ГИБДД, штрафы ГИБДД. На сегодняшний день нами окончено 22 тысячи исполнительных документов фактическим исполнением. Мы нами взысканы и окончены фактическим исполнением. Кроме того, у нас на сегодняшний день взысканы в бюджет фискальных платежей на сумму 36 718 000 и перечислены в бюджеты разных уровней. Судебных приставов в нашем хозяйственном жироином отделе. Но я хочу сказать, что кроме согласно закону о судебных приставах, кроме судебных приставов исполнителей, у нас согласно закону о судебных приставах подразделяется на исполнителей и на судебных приставах по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Чем они занимаются? Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов занимаются охраной зданий судов, зданий службы судебных приставов, обеспечением порядка перезаседаний, физической защитой участников судебных процессов в судах. Кроме этого, они занимаются принятым исполнением, исполнением приводами на основании постановлений определения судов участников судебных процессов, а также участвуют при наличии заявок в судебных процессах. Ну еще я хочу сказать, что основной у нас сложной, особой категории исполнительных приставов у нас есть, это не имущественный характер, который затрагивает интересы семьи, это особая категория приставов, например, взыскание элементов. У нас на данный момент у нас в производстве находится 593 исполнительных приставов обзыскания элементов. Здесь это особая категория, почему? Потому что здесь затрагивается интересы детей, матери. У нас как в Дагестане в последнее время все больше разводов по различным причинам, после развода семьи распадаются, в основном наши, хотя не характерно нашим дагестанцам, после развода родители при разводе, в основном отцы, они уклоняются от оплаты элементов. Различными причинами они не дают информацию о местах их нахождения, скрывают свои доходы, поэтому приходится вынести постановление об их розыске, подействовать через общественность на них, чтобы они участвовали в воспитании своих детей. А у такой категории граждан есть возможность выезжать за границу, если он должен? Алиментчики имеют. Чтобы исполнить то же самое элементное производство, иные судебные решения, мы принимаем комплекс принятых мер. Что выходит в этот комплекс принятых мер? Это ограничение выезда за границу, это запрет на регистрационный деятельность автотранспорта, это обращение в изыскании на заработную плату, обращение в изыскании на пенсию, это обращение в изыскании, выявляемое наличие иного имущества, свободное денежное средство, расчетных счетов в кредитных и банках, кредитных организациях, наличие земельных участков, чтобы обратить в изыскание, и в изыскание суммы перечислить взыскателям, в том числе материалам на содержание детей. Георгий Гусенич, я смотрю, у вас очень много функций, которые вложатся на плечи судебных приставов. Вот сегодня ваш профессиональный праздник. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам по работе вообще судебным приставам? У нас работа очень напряженная, трудностей у нас очень много, потому что на данный момент многие наши жители, должники, у них нет работы, нет источников доходов. Поэтому мы сталкиваемся с такими трудностями. К нам приходят люди с разными мнениями, с разными взглядами, социальным положением. Поэтому с людьми мы стараемся найти подход, чтобы с пониманием относимся. Мы не ущемляем их интересы. Прежде всего, исходом защиты их прав, законных прав, мы им разъясняем, доводим до них требования законов, чтобы согласно этим законам, чтобы они могли действовать, могли обращаться в иные органы, в случае чего они имеют остаивать свои права, как сторона исполнительных производств. Сегодня у нас действительно праздничный день, наш профессиональный праздник, коллектив у нас дружный. Хочу пожелать нашему коллективу, всем судебным приставам нашей большой необъятной страны, России, судебным приставам Российской Федерации, судебным приставам Дагестана, нашему коллективу, прежде всего, чтобы у них было здоровье, здоровье было, чтобы работать. Чтобы работа пойдет, когда в доме, в семье благополучие. Действительно, хочу пожелать, чтобы у них в семье было благополучие. Чтобы они на работу переходили, настроены на эту работу, чтобы они действительно стараются, законы меняются, они работают над собой, чтобы в правовом плане они всегда были наравне с требованием времени, сознанием дела и с пониманием относились всем сторонам исполнительного производства. Желаю им терпения. Еще раз здоровья. Согласитесь, в наше время профессия судебных приставов является достаточно востребованной, и на их плечи ложится колоссальная работа, с которой работники Межрайонного отдела управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Дагестан справляются, несмотря на то, что город и район, которые они обслуживают, самые крупные муниципальные образования. Мы в свою очередь также поздравляем всех работников нашего Межрайонного отдела управления Федеральной службы судебных приставов. Желаем им успехов в работе, счастья и благополучия семье.